К деревянному мы уже пришли после того, как увидели аналогичный дом и ну просто зашли в него дерево и все. Меня зовут Андрей Потапенко. В этом доме мы с женой живем вдвоем. Дочка у нас уже взрослая, она живет в Владивостоке. Вот такая семья. Дом мы решили построить. Вот он уже построен практически. Это поселок Радужный под Уссурийском в районе села Боневурово. Как я уже говорил, изначально понравился проект. Не думали, какой он будет из дерева или из кирпича. Размеры, высота, окна. Это мне понравилось. Были разные мнения. То ли из кирпича сделать, то ли из дерева. Кто-то говорил, что из дерева его там и пропеллером скручивает, и трещины, и свистит. И уже из кирпича построил это из кирпича. В то же время деревянный дом теплый, легко дышится. Когда я увидел своими глазами, то есть мы приехали на Дифриз, и я посмотрел своими глазами аналогичный дом такого же проекта. Проект называется Дунай. Ну, в общем-то, я был в восторге. Мы здесь ничего не добавляли. Ну, единственное, что от стандартного проекта мы сделали немножко побольше террасу. Собирается большая компания. Вот недавно у нас был юбилей, 30 лет совместной жизни. И 13 человек вполне уместилось на террасе. Внутри дома практически все готово. Ну, там кухню осталось доделать, там некоторые светильники. А на территории дома в настоящий момент ведутся работы. Строила компания Домоцентр. Ну, в общем-то, люди, специалисты своего дела. И сроки были соблюдены. То есть все, как в договоре, там за полтора месяца было обещано поставить дом, теплый контур. Вот так было сделано. Без задержек, без сбоев. Процесс переезда из квартиры в дом, он как бы для меня был попроще, для жены посложнее. Жена вообще у меня такой консервативный человек. Я просто взял кошку, приехал сюда, вечером привез жену. Говорю, ну вот уже кошка в доме. Все, мы здесь будем жить. Я вырос в городе и никогда не был там связан с землей. Из города сюда мы переехали примерно месяц назад. Конечно, были такие первые ощущения, впечатления от жизни за городом. Во-первых, мы с женой немножко похудели, потому что всегда находится какая-то работа. И по дому. Жена обычно по дому что-то. Я по дворе. Всегда что-то находится. По своему опыту, что можно сказать людям, которые живут в квартирах, но колеблются? Переехать ли в свой дом или дальше жить в квартире? Ну, сам процесс строительства дома, он, в общем-то, не страшный. Если есть деньги, ну, то есть надо, значит, ориентироваться прежде всего надо на свой бюджет. Когда у человека в голове есть какая-то цифра, тогда уже человек не принимает решение. Ведь когда человек строит дом сам, своими руками, своими мозгами, вот, это очень трудно. Потому что это надо быть специалистом, это надо быть и прорабом, это надо быть и столяром, и плотником, и электриком, и водопроводчиком. А когда обращайся в компанию, то там все эти специалисты есть. Ну, как известно, дом мы заказывали компанией «Домоцентр». Ничего плохого я об этой фирме сказать не могу. И мне бы хотелось пожелать, чтобы они и дальше продвигали вот эту линию деревянного, именно деревянного домостроения. У них это очень хорошо получается. Ну, и желаю дальше, в том же духе.